В 2019 году Орша была объявлена молодежной столицей. В музее Владимира Короткевича решили завершить его персональной выставкой молодой художницы Александры Сиваковой. Эта девочка вообще как жемчужинка нашего края, наших смольян, местечко с очень такой древней историей. Она с самого детства проявляла разные таланты, побеждала в конкурсах республиканских. И вот такая находка для нашего музея завершает год. Молодая талантливая художница своими работами живописными, природа, пейзажи очень интересные, работы скраббукинга. Александра занимается творчеством, что называется, с самого детства. Пробовала себя в различных жанрах. В девятом классе уже стоял, наверное, выбор профессии, чем я буду дальше заниматься. Тогда я вот обратила к тому, я люблю рисовать. Вообще-то я стала искать возможности именно, как дальше развиваться. Сначала пробовала себя и в портретах, в пейзажах. И потом ручная работа своими руками начала делать. И попробовала свои силы с помощью именно учителей в школе. Огромное спасибо Виктору Олеговичу Мишевичу. Он нашел конкурс, связанный с белорусской литературой. Ну, в Минск конкурс. Я отправил туда свою работу в декоративно-прикладном искусстве. И там моя работа понравилась в жюри всем. Заняло место. И вот там я познакомилась с Владимиром Григорьевичем Сайковым. Я состоял в жюри республиканского конкурса, посвященного творчеству Франтишка Богушевича «Моя дудка». И вот одним из номинантов, лауреатов, стала Александра Сивакова, уроженца агрородка Смольяна Аршанского района. И эта девочка сразу проявила интерес к тому моменту, что я являюсь преподавателем. Ей захотелось учиться. Она поступила ко мне в студию, стала заниматься. На протяжении нескольких лет мы усердно работали над живописью, над рисунком, над композицией. И со временем у нас появился достойный результат. Она стала студенткой университета Максима Танка, занимается по изобразительной специальности. И вот представляет на соцзрителю свою первую серьезную художественную выставку. На выставке в основном представлены живописные тюды. Я выросла именно в сельской местности, именно среди красивой природы. Это многое повлияло на меня. У меня находится очень много памятников, архитектуры. В общем, это очень места, которые с детства запомнились. И всегда наши красивые закаты, которые каждый день ты ими восхищаешься. И даже если у тебя нет кардаша, нет кисти, то все равно как же это все прекрасно. Красота буквально рядом. Мы порой не замечаем каких-то вещей, которые... Вот пейзаж, который мы видим много раз, мы не видим, мы как бы проходим просто мимо. Не задумываемся над чем-то, что это дорого, что это может поменяться в любую секунду. Это серия живописных тюдов разных. Тут и натюрморты, и пейзажи, и какие-то тематические вещи. Но они все пронизаны тонкой линией психологического настроения. Этот пейзаж, который мы здесь видим, он тоже в настроении. По нему можно угадать настроение самой Александры, настроение людей, которыми мы ее проходили, настроение этой погоды, которая сравнила с настроением человека. Это классическая живопись, это определенно русская школа живописи. И то, что мы здесь видим, это пример и колорита достойного, и композиции, и в некоторой степени неплохого рисунка. В целом, то, что мы здесь видим, это искусство, которое доступно, понятно, и оно может передать настроение и помочь это настроение подправить, улучшить, возобновить. То есть это тонкое искусство, которое читаемо и понятно, а это важно. Что мне нравится в ее работах, и хочу обратить внимание тех, кто придет сюда. Например, мне лично понравилось небо, которое пишет Александра. Небо, все краски, оттенки от теплого до холодного. Ну, талант, конечно, проявляется в каждой работе. Я не знаю, кем она станет, будет ли она, будет ли у нее большое будущее. Но я уверена на 100%, уверена в том, что человек создался, в создании этого характера, формировании творчества Александры принимали участие очень многие люди. И я думаю, наш музей, в котором первая персональная выставка Александра Сиваковой, тоже сделает свое дело. Это как раз тот самый случай, когда лучше один раз увидеть все своими глазами. Выставка работы Александра Сиваковой будет работать в музее Владимира Короткевича до 20 декабря. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова